Всем привет! На связи с вами Школа Каневладельца от уха до копыта и я Юлия Дворецкая. Сегодня мы с журником провели тренировку с Александрой. Лошадка разогрелась, на улице жарко. И мы, естественно, после тренировки охлаждаемся. Хочу напомнить вам, не забывайте снижать нагрузки, когда на улице слишком жарко. И стараемся работать либо ранок утром, либо попозже вечером. Хотя да, лошадки, они не так, как мы, переносят в жару, они ее переносят гораздо легче. Но это не значит, что их можно гонять и гонять до пота, и с лошадью ничего не случится. Нет, это живой организм, и мы контролируем, как лошадь себя чувствует, какую нагрузку ей дать, что она должна скушать, и сколько отдыха она должна получить. Поэтому охлаждаемся. Чаще всего начинаем с охлаждения с ног. То есть поливаем ножью лошади, чтобы она привыкла к воде. Мы проверяем температуру, насколько комфортная температура для лошади. И только потом поднимаемся вверх. Стараемся начинать с передней воды. То есть такая, более-менее теплая. Сладно-то подняться. Но также такие люди, как мы и доходим в воду. И поливаемся. Я бы не советовала охлаждать лошадь сразу резко холодной водой. Можно получить фазу мышц. А где-то в таком кредитике, как-то оно все-таки отразится. Но это по моим ощущениям. Всерва мы моемся такой, с теплой водичкой. А для вас алкогольный. Чтобы лошадка, она должна получать тоже хайку в купальне. Они заходят на мойку и боятся, что сейчас ее обольют с ног до головы холодной водой. И будет грешно неприятно. Поэтому стараемся теплой водичкой на сярость. Немного довольствия для всех. Голову стараемся очень аккуратно. Ведь лошадь, которые не даются, ее можно просто тряпочкой. То есть чуть-чуть на лошадь стараемся. Не на уши, а на лошадь держим немножко. Так лошадь стоит спокойно. И тут же убираем. Даем ей спокойно набрать лошадь. Так спокойно понять, что ничего криминального нет. Лошадь ничего не затекает. И повторяем. То есть чуть поливаем. Не надо, это не сердце вот. Не надо. Все, переходим на другую сторону. Головей можно сделать просто несколько подходов. И другую сторону тоже поливаем. В мягкой, тепленькой, комфортной водичку. Носки открываем. Обязательно промываем хорошенько район под рук. Очень часто летом обозеет и потом натирается. А если еще где-то пропустить при чистке, там 100% образуется рана. Рана эта может вызывать больше месяца. И очень сложно с ней бороться. Опять мы подошли и тихонечко пьем по голову, даем лошадке охладиться. Все, охладили тепленькой, комфортной водичкой. Переходим в более прохладной. Такой-то прохладной, прохладной водички. И сложно облить, ложить, охладить. У нас температура за два дня держится. Сорока подходит. Ближе к вечеру. Кроме солнца. Это капец. Лошадей, желательно, такую же угрозку. Вот так вот обливаем, обливаем. Не отжимаем, не применяем, например, всех отжимов, згоном воды. Ставим ей, лошадь так дольше пробудет, мокрой. Соответственно, ей так дольше будет, она будет дольше так в прохладе сохраняться. Не забываем, что лошадь-то мыть. Там тоже очень сильно не мышь по телесне, это такое. Потом лошадь засыпает и не убирает лошади. Поэтому не забываем. Смотрите, лошадь-то, если она грязна под хвостом, она будет чесать это место. Вот, отлично. Обливаем все это прохладной водичкой. И далее, это я уже с журником. Я беру совсем холодную воду, ледяную, просто открытый кран ледяной воды. И по минутке охлаждаю ему сухожилие. То есть поливаем в район сухожилии. У Джуника была травма копыта. Давно, серьезная. И на всю жизнь она останется. Поэтому очень много уделяем внимания еще и охлаждению как будто поливать. Желательно можно в холодную водичку постоять. Можно поставить в тазик с льдом постоять, в ведро с льдом. То, как лошадь уже будет стоять, это комфортно. После тренировки это прям шикарная процедура охладить лошади ноги. По минутке отливаем. С одной стороны и с другой стороны. Ну вот, лошадка у нас. И погуляла сегодня, гуляли они ночью. И поработала, и покушала уже до тренировок. Теперь мы ее охладили и будем встать домой. Все, а дальше она будет отдыхать. Жизнь удалась. Все, всем пока. Люблю вас. Ей. Продолжение следует...